В Сызрани хотят потратить 30 миллионов рублей, чтобы крутить артистов и декорации на новой сцене, которая будет поворачиваться по кругу. Старый круг в драматическом театре был установлен в 1963 году и уже много лет не работает. В результате артисты во время спектакля не могут менять декорации. В театре уже пытались купить поворотный круг за счет федеральных программ по поддержке культуры, но 30 миллионов городу не дали. К тому же ремонтировать сцену невозможно поэтапно, нужно выделять сразу всю крупную сумму, а получить ее очень сложно. Тем не менее, о большой потребности в поворотном круге для сцены драматического театра сообщила в Думе руководитель управления культуры Ольга Дидек. Еще на 30 миллионов рублей в драмтеатре нужно провести замену кабельных сетей и постановочного освещения, а также купить за полмиллиона и установить систему оповещения зрителей и артистов на случай чрезвычайной ситуации. Этого требуют новые нормы антитеррористической безопасности общественных мест. Надеемся, что деньги на театр выделят из городского бюджета при первой возможности, заявила Ольга Дидек. Хочу поделиться тоже свежими новостями, что буквально недавно, в начале июня, театр наш побывал на больших гастролях в городе Майкёв, в Адыгее. Гастроли прошли с большим успехом, и помимо того, что наш театр представил там свои спектакли, была осуществлена и совместная постановка. Проблему финансирования культурных учреждений обсудили на Думском комитете по культуре. Выяснилось, что в преддверии 150-летия Центральной городской библиотеки имени Аркадьева также необходимо укрепление ее материально-технической базы. Главной и крупнейшей библиотеке города требуется замена старой «Газели» для перевозки книг в мобильные библиотечные пункты на окраинах города. А в большой концертный зал библиотеки нужен большой кондиционер. И самый злободневный вопрос – нужно купить 25 компьютеров, без которых не могут работать сотрудники отделов иностранной литературы, библиографических изданий, электронного каталога и других. Думский комитет рекомендовал городской администрации рассмотреть возможность выделения необходимых средств. В череде повседневных вопросов не забыли и о праздничном поводе. Председатель Сергей Прокофьев в честь Дня молодежи поздравил сызранцев, отметив множество проектов, которые воплощают в городе волонтерские и патриотические молодежные объединения. «Хочу пожелать доброго здоровья, бодрости духа, ну и быть максимально дерзкими и амбициозными при реализации своих планов». Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.